Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. В прошлый раз, когда я рассказывал об FTP, я говорил, что на виртуальный хостинг нужно устанавливать CMS. Самый простой и действенный способ управления контентом. Вообще все, что связано с компьютером, до сих пор у многих вызывает мистический трепет. А интернет, технологии, в том числе создание сайтов, это уже не просто мистика, но мистика оккультная, что-то такое африканское, типа Вуду. Тут уколол, там у человека рука отнялась. Конечно, интернет это непросто, но и не так сложно. Порой разработчики сайтов специально окутывают технологии мистическим туманом, дабы уберечь религию от профанов. Сейчас, с помощью WordPress, мы этот туман немножко рассеяем. WordPress – это одна из CMS. Что такое CMS? Content Management System, то есть система управления контентом. Фактически, это набор команд и скриптов, которые регулируют работу сайта и на стороне пользователей имеют интуитивно-понятный, визуально-привлекательный вид. CMS можно сравнить с операционной системой, например, с Windows. Что там внутри, никто не знает, но то, в каком виде Windows предстает перед пользователем, понятно, и разобраться с ним может, в общем-то, воспитанник старшей группы детского сада. Вот CMS тоже самое, хотя, наверное, все-таки посложнее, но Google вам в помощь. По самым распространенным CMS куча различных форумов, мануалов и так далее. Кто ищет, тот всегда найдет. WordPress, кстати, как раз и относится к одной из самых популярных CMS, и сегодня я расскажу, как установить систему на стандартный хостинг, и опишу, как сделать первые шаги. Устанавливаем на хостинг. Инструкции по установке есть на сайте WordPress.org. Сначала надо создать базу данных MySQL. В CMS есть два основных блока – MySQL и PHP. Правильнее PHP, но обычно говорят PHP. MySQL – это база данных, таблицы, где хранится вся информация сайта, разложенная по ячейкам. А PHP – это код, который знает, какую ячейку нужно открыть и какую информацию достать. Создаем базу. У разных провайдеров это делается по-разному, но обычно это просто. Задаем имя базы, пароль. Пароль сохраняем, он вам потом пригодится, в том числе для PHP и MyAdmin. Пароль я прикрою на всякий случай. Безопасности не бывает мало. Теперь нужно скачать сам WordPress. Иногда лучше не скачивать последнюю сборку, она может потребовать ресурсы, которых пока нет у хостинг-провайдеров. Заодно сейчас и проверим сборку 4.7. Все, скачали. Теперь нужно распаковать ее в какую-нибудь директорию на компьютер и немного подредактировать один из файлов, который называется wp-config-sample. В строке 23 нужно вписать имя базы, в 26 имя пользователя. В данном случае они совпадают. И в 29 нужно указать пароль. Его я опять прикрою. Еще здесь есть дополнительная система защиты. Не буду объяснять что это, просто впишите сюда уникальные фразы. Можно воспользоваться генератором ключей, который предлагает WordPress. Теперь переименуем файл wp-config-sample в wp-config просто и можно заливать систему на сервер. О том как это делать с помощью FTP клиента мы уже рассказывали. Все, готово. Вам осталось зайти на свой сайт, теперь он уже есть и закончить установку. Так, название сайта, логин, пароль, почта. Ну и пока можно отключить индексацию в поисковых системах на время отладки. Все, WordPress установлен. Теперь если вы зайдете на свой сайт, вы увидите, что он уже есть. Можно что-то сразу поменять, если хотите. Здесь есть более глубокие настройки. Причем это лишь одна из предустановленных тем. Тема WordPress это то, как схематически решен ваш сайт. Можно сказать, что это каркас, на который вы можете устанавливать свои детали и менять тем самым сайт до неузнаваемости. И тем этих бесконечное множество. Их можно скачать и доустановить. Поиграйте с этим. Вы поймете, что поменяв цветовую схему, шрифты, расположение блоков, даже в стандартной предустановленной теме, вы можете добиться таких результатов, что сайт будет выглядеть действительно уникальным. А дальше уже контент. Записи, рубрики, страницы. Где что появляется, как появляется. Все это решаете вы. Есть еще ряд необходимых, ну или крайне желательных настроек, связанных с безопасностью, но это уже выходит за рамки нашего урока. Тут знаете, как в Евангелии сказано, и всем книгам не вместить. Чего уж говорить про трехминутный ролик. Вот так примерно делаются сайты. Конечно, это уровень поверхностный. Для решения специфических задач нужно влезать в код и тут уже без программиста не обойтись. Тут уже действительно начинается мистика и танцы с бубнами. Но если вам нужен небольшой сайт, вы обладаете навыками уверенной пользователей каким-то художественным вкусом, в принципе, вы можете сделать хороший сайт на WordPress. Все, любите друг друга, весело-весело, встретите Новый год, не вздрагивайте при словах CMS и нам нужно сделать сайт. Это не так сложно. Подписывайтесь на канал, задавайте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.